В Казанском университете состоялось очередное заседание ректората. Ярко, красочно, красиво. В Казани прошел шоу-показ коллекции межрегионального конкурса «Этнодар». Ректор Томского государственного университета посетил КФУ. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ректората, которое было посвящено приемной кампании привлечению иностранных студентов. Подробности далее. 17 апреля состоялось заседание ректората КФУ, которое пришло в зале попечительского совета. Первые три вопроса повестки заседания ректората КФУ были посвящены приемной кампании в Институте вычислительной математики и информационных технологий, Институте математики и механики имени Лобачевского и Набережной Челнинском институте КФУ. Сотрудниками института проводится профориентационная работа в районах республики, в частности, это Болтасинский район, вели курируемые деревни. По словам Сергея Мосина, уже сейчас на базе олимпиадников составленные институтом фамилии порядка 200 талантливых одиннадцатиклассников, с которыми ведется работа по привлечению для поступления в КФУ. В свою очередь о приемной кампании в Институте математики и механики имени Лобачевского КФУ рассказал Максим Хромченков. По его словам, в нынешнюю приемную кампанию увеличены контрольные цифры приема практически на 30%. В 2015-2016-2017 году мы принимали бакалавра 90 человек, 20 на математику, 20 на механику, 25 на математику, на компьютерную науки и на педагогическое образование. Теперь у нас на математику и механику увеличены цифры на 5 человек. При этом самый высокий процент студентов, обучающихся на контрактной основе в Институте математики и механики КФУ, наблюдается на отделении педагогического образования. Это обусловлено высоким процентом трудоустройства выпускников и большой востребованностью учителей математики. С докладом о привлечении иностранных студентов в КФУ выступил заместитель директора Департамента внешних связей Фарид Хайдаров. Среди эффективных каналов и механизмов привлечения иностранных граждан для обучения в КФУ он назвал сайт университета, привлечение по гослинии, сайт в рамках проекта 5100, а также социальные сети. У нас ежегодно плюс 2% увеличение доли иностранного контингента. Это большие цифры. Это большие, в общем-то мы начинали с цифры 500, а сейчас 5500. Спикер отметил, что на будущий учебный год в КФУ стоит задача довести общий контингент иностранных, обучающихся в КФУ до 6200 человек. Заседание закончилось предложением сформировать базу выпускников Казанского университета из числа иностранных граждан. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюс. На второй день работы в стенах национального агрегатора открытых репозиториев российских университетов Участникам мероприятия удалось узнать, что представляет из себя информационная сверхпроводимость и информационная синергия. В теме разбиралась Аделя Шамилова. На площадке научной библиотеки имени Лобачевского Казанского федерального университета продолжается национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов. Приглашенные специалисты в течение двух дней рассказывают участникам семинара о принципах открытой науки, важности свободного распространения знаний в информационную эпоху, о вреде научного пиратства и нанесении вреда библиотекам. На второй день мероприятия в КФУ выступили представители Национального электронно-информационного консорциума и президент ассоциации интернет-издателей Иван Засурский. В своем выступлении участники обсудили детали информационной сверхпроводимости. Вы знаете, вот с моей точки зрения у нас есть задача, у нашей страны развиваться именно с точки зрения способности производить инновации. И для того, чтобы мы могли производить инновации, я буду доказывать, что необходим открытый доступ к знаниям. Потому что наши исследования и исследования западных ученых показывают, что инновации рождаются не только в результате, и не столько в результате открытий. Но когда вы делаете открытие, это значит, что вы открываете что-то, что уже было. Просто вы этого не видели. Вот вы это открыли и увидели, да? Также в течение дня участники семинара обсудили темы, касающиеся работы с научной информацией, доступ к ней и многое другое. Аделья Шамилова, Линар Товлетиаров, Универ-Ньюс. В Казанский федеральный университет прибыл ректор Томского государственного университета. Какие институты вызвали у него интересы, как будут развиваться отношения двух университетов, вы узнаете в нашем сюжете. Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский посетил КФУ. В рамках визита гость ознакомился с институтами фундаментальной биологии и медицины, физики, психологии, образования и управления экономикой и финансов. Томский и Казанский университеты связаны давними отношениями. Визит нацелен на развитие новых связей. Очень здорово, что связи есть. И мне кажется, если мы их интенсифицируем и приложим еще усилия для того, чтобы они стали более явными, то это даст преимущество обоим университетам. И когда мы вместе находимся на глобальном рынке научно-образовательном, то, мне кажется, наша задача вместе объединять усилия и выходить в пространство международное, как ведущие российские университеты. Визит является ознакомительным. Однако ректор Томского государственного университета уже нацелен на научное сотрудничество. Я думаю, что у нас есть интересная перспектива с точки зрения материаловедения, математики, физики, биологии, психологии, наладить здесь очень хорошую взаимоусиливающую связь. В ближайшем будущем планируется визит специалистов ТГУ в Казанский федеральный университет для обмена опытом и совместных проектов. Артем Топичкин, Леонард Авлитяров, Универньюз. А теперь коротко о событиях, на которых еще побывала съемочная группа Универньюз. В императорском зале Казанского университета День науки прошел для учеников лицея имени Лобачевского. Школьники 8-х, 10-х и 11-х классов прослушали популярные лекции о науке, о ее значении в жизни современного общества. Ребята также узнали много нового о финансовой грамотности и цифровой экономике. В рамках Дня науки состоялась и итоговая научно-образовательная конференция студентов Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось традиционное заседание Комиссии по трудоустройству выпускников. В рекрутинговой компании приняли участие более 40 человек – это директора школы, СУЗов, а также представители управления образованием из различных районов Старстана. Анна Глазунова, Леонардо Валитиаров, Универньюз. Добровольческий клуб Казанского федерального университета запустил эстафету «Разрядка». Что это такое, почему институты собирают использованные батарейки, узнаешь в сюжете. Вопросы сбора, утилизации и переработки использованных батарей и аккумуляторов очень актуальны в настоящее время. Только в Казани уже установлено 30 специализированных урн для сбора использованных батареек. Такие контейнеры находятся в крупных торговых центрах и высших учебных заведениях Казани. Их также можно найти и в Казанском федеральном университете. Чтобы подчеркнуть важность сбора использованных батареек, Добровольческий клуб Казанского федерального университета решил запустить экологическую эстафету «Разрядка». Идет очень активный сбор батареек в каждом институте. То есть студенты достаточно активно приносят использованные батарейки в свои институты. Принять участие в этой эстафете легко. Нужно просто сдать использованные батарейки в своем институте. Победит тот институт, который наберет наибольшее количество батареек. Конкурс продлится до 23 апреля. В этот же день организаторы подведут итоги и наградят памятными призами институт-лидер, а также самых активных участников эстафеты. Аделя Хасанова, Ленар Девлетьяров, Универньюз. 17 апреля в Казани состоялся шоу-показ коллекции от финалистов пятого межрегионального конкурса «Этнодар». Начинающим дизайнерам и моделям удалось максимально ярко отразить колоритность различных национальностей. С подробностями мира моды вас познакомит Аделя Хасанова. О вкусах не только спорят, о них и смело заявляют. В Казань съехались дизайнеры и модельеры с разных уголков страны, чтобы продемонстрировать свои коллекции на пятом межрегиональном конкурсе «Этнодар». Казанские модели зарядились позитивом и примерили на себя яркую самобытную одежду, охотно принимая участие в дефиле. Молодые дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет использовали в своих коллекциях современных костюмов этнические традиции народов России. Ожидая официальное открытие фестиваля и гала-показ, мы решили зайти в гримерку к самим моделям. Основой их костюмов стали этнические мотивы татарского, русского и чувашского народов. Я просто читала роман Кослава на Харелине. И когда этот костюм на меня надели, я прям хочу с этой женщиной. Муратка, когда мне нравится. Мне нравится, постоянно нравится. На отборочный этап конкурса было подано 120 заявок из 35 регионов, от Калининграда до Иркутска. В финал вышли авторы лишь 36 коллекций. Для молодежи данный фестиваль стал уникальной возможностью продемонстрировать не только свои таланты, но и показать культуру своего народа, обменяться опытом и получить оценку жюри. Аделя Хасанова, Аделя Шамилова, Рустем Садриев, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. Смотри нас в социальных сетях. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова